Присутствие на совещаниях, участие в областных программах, разработке стратегии развития региона. В рамках школ лидерства губернатора Игоря Райнина студенты имеют возможность поучаствовать в жизни и работе восьми департаментов Харьковской облгосадминистрации. От социальной политики до экономики и ЖКХ. Сами студенты выбрали то, что им близко. Они будут приобщены к процессу рабочему, будут иметь возможность присутствовать на совещаниях, будут брать участие в различных программах и проектах, которые внедряются в департаментах, а также уже непосредственно на территории самих департаментов работать над теми проектами, которые будут в итоге защищать. В департаменте по повышению конкурентоспособности региона проходит стажировку 9 студентов. Практикуются по двум основным направлениям. Разработать проект по содействию региональным товаропроизводителям выйти на внешние рынки. А второй проект связан с тем, что наши участники будут формировать базу данных, донорских предложений, донорских организаций и региональных международных проектов технической помощи. Второкурсница Анна Колычева – будущий международный экономист. Рассказывает, их группа стажеров вызов приняла со всей ответственностью. Сейчас ребята дорабатывают пути решения проблем экспорта товаров харьковских предпринимателей на европейские рынки. Мы планируем создать консалтинговое агентство, которое будет заниматься помощью, оказывать полный цикл помощи для харьковских предпринимателей. Это будет перевод документации на английский язык, это будет помощь сертификации по европейским стандартам, помощь по юриспруденции. Школу лидерства губернатора Игоря Райнина презентовали в октябре прошлого года. Это совместный проект Харьковской облгосадминистрации, университетов и представителей бизнеса. Аналогов этой программы в Украине нет. Ее главная задача – передать знания и опыт госслужащих и предпринимателей подрастающему поколению. Пройти обучение в школе лидерства пожелали 200 харьковских студентов. 60 из них успешно прошли теоретический курс из 10 лекций и тренингов. Для меня данный проект дает опыт, какие-то навыки, решения нестандартных ситуаций, в общем, всестороннее развитие. Организаторы проекта отмечают, такая школа – хорошая возможность для студентов реализовать свои идеи и раскрыть потенциал. А для развития области профессиональные молодые кадры – фундамент благополучного будущего. Они проходят тот шлях, который другие молодые люди просто не в змозе, им нет где научиться. А тут есть бесплатная возможность проявить себя. Для того, чтобы работать в любой структуре, особенно в государственной власти, нужно иметь подготовку. Над этим мы работаем. Эти студенты, которые хотят работать на государственной службе и видят себя в дальнейшем на этом поприще, они имеют возможность посмотреть, что это такое изнутри. Мы полностью открыты для молодежи и, возможно, по итогам своей учебы, и если они пройдут конкурс, который предположен законодательством Украины, то мы готовы взять их на работу в областную администрацию. Лучшие молодежные идеи и проекты, разработанные во время второго этапа школы лидерства губернатора Игоря Райнина, вынесут на рассмотрение областного совета. К их реализации перейдут уже на следующем третьем этапе. Елена Захаренкова, Дмитрий Герасимов и Борис Буцевич. Объектив. Неделя.